Друзья, всем привет! Вы снова на канале Makita PT. Пришли две новые комплектации на уже имеющиеся на нашем складе инструменты. В порядке очереди их рассмотрим, начиная с лобзика DJV 182, пришедшего к нам в комплектации RT. Кейс вы уже видели. Патрубок для пылесоса находится в двери. Кейса. Набор пилок, их здесь 6 штук. Документы, очень удобно выполненные по форме всего, что здесь лежит. Зарядное устройство и один 5-амперный аккумулятор. То есть вот суть комплектации RT. Кейс, зарядка, аккумулятор. Теперь вкратце о самом инструменте. Предназначен он разделывать не только дерево, но и пластиковые и металлические панели при установке соответствующего пильного полотна. Глубина распила алюминиевой пластины в данном случае может составлять 2 сантиметра, стальной 1 сантиметр. Деревянные же заготовки 13,5 сантиметров допустимы. Также инструмент хорошо подходит для изогнутых или круговых вырезов. Для этого можно докомплектовать лобзик циркулем или упором. В подошве мы видим для этого места. И вот места под винты. Управление лобзиком очень простое. Перед началом работы вот эту кнопку блокировки нужно перевести в режим работы. А затем нажать на основной выключатель. Ну а для долгой работы есть кнопка блокировки. Двигатель приводит в возвратно-поступательное движение пилку, длина хода которой в итоге составляет 26 миллиметров. Скорость может быть разной. От 800 до 3,5 тысяч ходов в минуту. Для этого есть регулятор с шестью значениями. После четвертой скорости, как вы видели, шум не усилился. Это потому, что данный лобзик работает на холостом ходе, пока не начнет получать нагрузку согласно регулятору оборотов. После чего он и включит полную мощь. Также присутствует здесь плавный пуск и тормоз двигателя мгновенный. Обратите внимание на подсветку рабочей зоны. Она включается вместе с кнопкой разблокировки и через 10 секунд бездейства гаснет вместе с разблокировкой. То есть, чтобы сейчас приступить к работе, вам нужно опять нажать на эту кнопку. Но если вы нажмете ее еще раз раньше 10 секунд, вы включите и блокировку, и выключите подсветку. Бесщеточный, не требующий обслуживания, привод данной модели имеет больший крутящий момент, чем у предыдущих его собратьев. Поэтому к перечню его плюсов можно добавить и увеличенную производительность. Питается, как вы уже заметили, от одного аккумулятора LXT 18 вольт. У лобзика имеется три ступени маятникового хода. Переключатель сбоку сейчас стоит на ноле. Вот они, три значения. То есть, в данном случае полотно движется не только с амплитудой вверх-вниз, но и слегка вперед-назад, совершая таким образом подпил. Это очень удобно, когда объем работы велик. Съемка и установка полотна безинструментальна, и это просто отлично. Оттягиваете данное устройство, устанавливаете нож и отпускаете. Установлено крепко. Чтобы вытащить, достаточно просто оттянуть, и у вас выпадет. Подошва сзади содержит в себе шестигранный ключик. Он нужен как раз для ее регулировки. Вот вам угловой рез. Чтобы не потерять, обязательно держите ключ вот здесь, на его штатном месте. Есть защитная крышка на подошву. Она надевается в случае, если вы обрабатываете что-то декоративное или нежное. Пылеудаление можно установить как с левой стороны, так и с правой. Для этого клык вот этот устанавливаем в отверстие и прикручиваем винт. Стоит обратить внимание, что можно перепутать. Чтобы этого не произошло, следует обратить внимание на воздухозаборное отверстие. Оно должно быть по направлению к лезвию. Конструкция винта здесь очень удобная. То есть, вы видите, да? И так, и так. Размеры 266 на 77 на 208 миллиметров. Вес лобзика 2 килограмма 800 граммов. Лобзик у нас великобританский. Лобзик удобно лежит в руке. Прорезиненная рукоятка не дает скользить. Однако прямолинейные длинные резы для него работа, конечно, посильная, но будет очень утомительная для вас. Куда проще воспользоваться дисковой пилой. Она может быть циркуляркой, может быть торцовкой, а в данном случае это HS004G в комплектации Z01. Поступила вот, наконец-то, она к нам в этом комплекте. Чем же она отличается? Если раньше в комплекте просто Z шли параллельный упор стальной, ну документы соответственно, патрубок для пылеудаления с винтом крепления к нему, то теперь сюда еще и входит Bluetooth модуль. Именно он и задает цифру 01. И именно благодаря этому явлению мы сегодня снова вкратце поговорим об этом инструменте. Пилая HS004G рассчитана на диске 185 и 190 миллиметров. 40 вольт ее напряжения. Нужен один аккумулятор XGT. Переключатель на рукоятке имеет кнопку блокировки. Бесщеточный двигатель раскручивает 6000 оборотов в минуту на данной пиле. Плавный пуск имеется. Электрический тормоз двигателя тоже. Подсветка загорается при нажатии на триггерный переключатель. Даже можно его не разблокировать. И гаснет через 10 секунд после бездействия. Глубина пиления до 62,5 миллиметров. Откинули наверх вот этот задний рычаг. Настроили основание по шкале и плотно затянули обратно. Угол скоса до 45 и до 48 градусов. Раскручиваем спереди и сзади. Видим, что 45 градусов это у нас предел. Переводим рычаг с положения 45 на 48 вот этот. И становится 48 градусов предел. Возможно бесконтактное соединение с пылесосом. Блютус вставляется вот так. Есть защита от пыли и влаги. А если пиле стало тяжело, она переключает акцент на крутящий момент. Слева под мотором спрятан шестигранный ключ. Это для диска. Кнопка блокировки находится спереди. Ставим пилу на мотор диском вверх. Блокируем вал. И ключом откручиваем диск. К 190 в диаметре. 1,45 его ширина и 30 миллиметров посадочное отверстие. Внутренний фланец имеет посадку на 30 с одной стороны и на 20 с другой стороны. Имеется возможность поставить пилу на шину или установить в подошву параллельный упор. В подошве для этого имеется отверстие и крепежный винт. Спереди имеется возможность докомплектовать пилу стропильным крюком. Размеры 337 на 210 на 290 миллиметров. Вес пилы 4 килограмма 700 граммов. Произведена данная пила в Китае. Поэтому, друзья, большое спасибо, что заинтересовали вас данные комплекты. Пожалуйста, переходите по ссылочке в описании. Смотрите, там актуальные цены и скорее заказывайте. Если что-то непонятно, наши телефоны нашего колл-центра к вашим услугам. А кнопка заказать звонок выручит в случае, если все линии будут заняты. Теперь осталось подписаться на наш канал, поставить нам лайки и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать никаких новых обзоров.